МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Чинчик-Кашпукол. И сегодня в выпуске. Определена дата проведения народного праздника на дом. На базе 55-й отдельной мотострелковой горной бригады глава ТУВ Владислав Хавылых связался по телемосту с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. ТУВА – это погружение в другой мир. В республике побывала делегация Ростуризма во главе с руководителем. В ТУВЕ немалое количество образцовых семей. Наша съемочная группа познакомилась с одной из них. Об этом и не только более подробно. В этом году, согласно постановлению правительства ТУВЫ, республиканский праздник животноводов на дом пройдет 13 августа. Мероприятия, связанные с проведением народного праздника, традиционно пройдут в местечке Тосбулак Козылского района. Также в тексте постановления отмечается, что выходной день с субботы 13 августа переносится на вторник 16 августа. Сегодня в День любви, семьи и верности на базе 55-й отдельной мотострелковой горной бригады глава ТУВЫ Владислав Хавылых связался по телемосту с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции на Украине, а также членами их семей. Подробнее Айдана Хавылых. В День семьи, любви и верности в учебном корпусе войсковой части 55-й бригады впервые в ТУВЕ проходит телемост с военнослужащими, участвующими в спецоперации и их членами семей. По установленной видеосвязи телемоста к военнослужащим, находящимся в спецоперации на Украине, со словами поддержки обратились матери, жены и дети. Мы все матери и жены военнослужащих, конечно же, против любого насилия, тем более связанного с нацизмом. Живем в многонациональной стране, верим в победу и в удачу спецоперации и ждем всех наших коллег, друзей, любимых мужей возвращения с данной территории. Мы вас очень ждем и любим. Глава ТУВЫ Владислав Ховалых в обращении к землякам отметил, что подвиги тувинских военнослужащих будут вписаны в специальную книгу о спецоперации. Также память о военных увековечат в селах и городах ТУВЫ. Улицы и школу будут названы в честь погибших военнослужащих. Воинов, которые участвуют в этой специальной операции, сравнивают с тувинским добровольцем, которые участвовали в великой честь войне, прежде всего освобождая Украину от нацизма, те, так скажем, далекие бомбы. Властями региона отмечено, что семьям военнослужащих оказывается помощь, например, в виде устройства детей в детские сады. На днях отправлена 16-я гуманитарная помощь в ДНР и ЛНР, в том числе и военнослужащим из ТУВЫ. После официальной части телемоста нашей съемочной группе удалось поговорить с земляками. Здравствуйте, все, кто нас слышит, их видит. Спасибо вам огромное за такой час, хамзет, который вы нам организовали. Спасибо вам. Хочу передать своей семье огромные береги. Жены зачитали трогающие до слез стихотворения собственного сочинения. Для военнослужащих также выступала группа «Алаш». А ветераны боевых действий отметили, что общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» будет переименована на «Союз ветеранов Афганистана и сил специальной операции». И в продолжении темы. В этом году День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Сегодня его отмечают не только православные, но и вся страна. В ТУВЕ есть огромное количество образцовых семей, и наша съемочная группа познакомилась с одной из них. Семья Паркаевых вместе уже полвека. Увидев Татьяну в коридоре общежития Томского медицинского института, Николай, не раздумывая, решил познакомиться. Случайная встреча позже переросла в чистую и светлую любовь. В общежитии познакомились. Да, по коридору видели. Танцы же были в общежитии. Ходили на танцы вечером. Ну, переседание было кратковременное. Просто пригласил на танец. Поговорили, познакомились. Окончив институт, Николая Паркаева распределили в Тувинскую АССР. Перед самым отъездом он сделал предложение, а позже зарегистрировали официальный брак. Тогда Татьяне нужно было закончить еще два курса. И в какой город ее распределят, было неизвестно. И когда встал вопрос о распределении, меня не распределяли сюда, потому что места для меня здесь не было. Распределяли всего пять человек. Но потом декан сказал, ну что с ней делать? Муж-то там придется распределять. И я поехала за ним в район. С тех самых пор пара неразлучна. Профессию врача и он, и она выбирали с самого детства. И никогда не видели себя в других. Коллеги по цеху отмечают их профессионализм. И стопроцентную готовность сверхурочной работы во благо здоровья детей. Врачи Паркаевы, они стоят на истоке вообще развития здравоохранения Республики Тува. Мы, смотря на них, учимся. Они всегда повышают свой профессионализм. Поэтому очень многим детям в Туве оказана именно имя, медицинская помощь. И можно сказать, что ни одну детскую жизнь они спасли. О спасенных ими детских жизней рассказывают не только их коллеги, но и когда-то спасенные ими пациенты. Сегодня заслуженная артистка Тувы Олимпиада Чавурал делится своей историей. Когда она была пациенткой Николая Паркаева, ей был всего один год. О истории ее спасения рассказывала ей ее мама. Сама Олимпиада Чавурал отблагодарила своих спасителей спустя 38 лет. Я заболела, дыхательные какие-то проблемы у меня были. И мне ввели внутривенный эуфилин. Видимо, произошла аллергическая реакция. И на фоне этого у меня произошла клиническая смерть. И Николай Алексеевич, и Татьяна Григорьевна дали, как говорится, вторую жизнь. Поэтому я их от всей души благодарю. Спасибо за то, что вы делаете. Я одна из тысячи тех детей, которые спасли эти замечательные врачи с большим сердцем. Врачи по призванию Николай и Татьяна Паркаевы в этом году отмечают топазовую свадьбу вместе 44 года. Бук о бок прошли все радости и невзгоды. О секрете счастливой жизни не знают. Говорят, просто любовь. Алдын Казбуян, Буянуйон, Софья Сая, Тува24. Накануне Туву с однодневным рабочим визитом посетила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Главе турведомства показали ряд достопримечательностей региона. Цель визита – лично проследить за ходом реализации туристического маршрута, который пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тувы. Подробности далее. Новый национальный туристический маршрут «Сибирские каникулы» берет свое начало в Абакане. Восьмидневное путешествие завершается в Туве. В регионе в рамках маршрута туристы смогут побывать на десяти точках. Половина из них находится в городе Кызыли. Это известный нам национальный музей, скульптурный комплекс «Центр Азии». Самая большая статуя в России – статуя Будды. Центр тувинской культуры, сувенирная лавка. Остальные объекты находятся за пределами города. Это этнокультурный комплекс «Алденбулак». Также из точек посещения можно отметить след Будды и Дургенский каньон, которые также попали в этот маршрут. Маршрут по местам отдыха президента страны Владимира Путина о новом туристическом маршруте «Сибирские каникулы» стала известна на Петербургском международном экономическом форуме. Путь охватывает три региона – Красноярский край, Хакасию и Туву. Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Дагузова приехала в республику, чтобы лично проследить за ходом реализации туристического маршрута. У нас вообще задумка какая была – сформировать такую сеть национальных туристических маршрутов, чтобы, отправляясь на этих маршруты, туристы могли быть уверены в том, что на них комфортно, безопасно, интересно. Они увидят все самое яркое в регионе, максимально оптимальное по соотношению цены-качества с учетом все-таки определенной удаленности из Сибири даже от Центральной России. По мнению экспертов, у Тувы есть весь потенциал, чтобы организовать свой отдельный национальный туристический маршрут, как сообщают в региональном министерстве культуры и туризма. Сейчас полным ходом идет подготовка дополнительных гидов и экспертов. Со стороны республики оказано всяческое содействие по благоустройству этого маршрута. Работы будут продолжены также и в последующие периоды. Более того, по оценке экспертов Ростуризма, тот маршрут, который пролегает по республике Тува, достоин отдельного национального маршрута. В этом отношении мы будем, конечно, работать. Нам сейчас очень важно взращивать свои кадры. Действительно, мы готовим гидов-экскурсоводов. Их теперь нужно по этому маршруту готовить отдельно. Благодаря маршруту «Сибирские каникулы» мы ожидаем большой поток туристов. «Сибирские каникулы положительно будут отражаться на туристском имидже всей Тувы. И мы ожидаем, что республика Тува войдет в список участников нацпроекта по туризму». У Тувы есть огромное преимущество в том, что в республике можно развивать самые разные виды туризма, от самого активного до спокойного уединения с природой. «Уникальное преимущество Тувы в том, что здесь одновременно можно отлично, очень интересно, очень атмосферно отдыхать на природе. Причем отдых, может быть, самый разный. И активный, и более такой расслабленный у рек, озер. И все это можно сочетать с таким очень интересным погружением в местный этнографический колорит, в богатую культуру, историю». Республика богата природными лечебными озерами, минеральными и пресными оржанами. Глава региона Владислав Ховылы отмечает, что в Туве необходимо развивать и лечебно-оздоровительный туризм. «Мы будем рассматривать развитие оздоровительного туризма. У нас есть уникальные озера, целебные озера. Далее у нас для инфраструктуры туристической, конечно, не хватает отелей, гостиниц. Мы здесь договорились, что будем развивать модульные отели. Мы полагаем и надеемся, что Тува станет воротами из Азии, так скажем, в Сибирь, в Россию». После двух лет пандемии туристический поток увеличивается с каждым днем. Тот же тур для туристов подготовил новые маршруты, в числе которых и фототур. В Туве официально зарегистрировано 11 туроператоров, причем 4 из них. В них входит в реестр Ростуризма. По информации специалистов, сегодня в регионе данные турпотока достигнуты до пандемийного показателя. А это значит, что Тува для туристов все больше привлекательна. Айраса, Владимир Сюрту, Казама, Точур, Тува-24. В Туву и служебной командировке вернулся сводный отряд регионального управления Росгвардии. Бойцы спецподразделения 3 месяца выполняли боевые задачи на военной специальной операции в Донбассе. Среди встречающих находился Саигенбюрбю. На часах 15-23 наши ребята уже прибыли, уже обцелованы и в настоящее время готовятся к построению. Сегодня такая знаменательная дата, что мы встретили парней Росгвардии с Украины. Конечно, эмоции зашкаливают. Вот сейчас уже начали построение. Всех поздравляю, всех родственников, всех участников операции. Как людям в погонах, воинам в первую очередь требуется представиться командованию и доложить о выполнении всех поставленных боевых задач. На Донбассе бойцы решали широкий спектр вопросов от обеспечения общественной безопасности до эвакуации мирных жителей. Выполнив все поставленные боевые задачи, все задачи, которые поставлены руководством страны, командованием войск национальной гвардии, а также сибирского округа войск национальной гвардии, руководством и командованием объединенной группировки войск, выполнены в полном объеме. Тут же, прямо на плацу, торжественная церемония награждения. Руководство республики и региональной Росгвардии вручает героям награды. Во все времена Российская гвардия по праву считалась эталоном мужества и силы доблести и чести. Спасибо вам за храбрость и отвагу, профессиональное и мужественное выполнение поставленных задач. Прозвучали приветственные слова и от жен бойцов. В этот сложный период я бы хотела призвать особенно боевых подруг наших пап быть еще крепче держаться, быть вместе. Ведь только так мы дойдем до победного и наши папы отстоят честь и достоинство нашей великой страны. К сожалению, прозвучали и звуки метронома. Личный состав прибыл с передовой. К сожалению, понесли потери. Имеем безвозвратную потерю в этом сводном подразделении полиции. И один сотрудник получил ранение. Но он восстановился и сейчас находится в строю. Прибыли для долечивания по месту прохождения службы. И конечно, самый трогательный момент звучит команда Вольны. И росгвардейцы наконец-то вместе со своими близкими. Это была вторая и не единственная группа бойцов, которая с честью выполнила свой воинский долг и вернулась на родину. При этом ни одного нарушения служебной дисциплины личным составом отряда не допущено. После того, как ребята сдадут амуницию и оружие, им предстоит короткий отдых в кругу семьи. После чего им снова предстоит вернуться в строй с новыми силами. В рамках реализации федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» в Туве идет капитальный ремонт 26 школ республики. Перечень таких объектов был составлен по результатам рабочих командировок главы Тувы Владислава Хавалыга, муниципалитеты и по наказам жителей районов. Одна из школ, которая капитально отремонтирует в этом году, стала школа в селе Туста Гавюрского района, где обучается около 130 детей. Сегодня в ней ведутся все строительно-монтажные работы. Общая смертная стоимость 65 миллионов с копейками. На сегодняшний день фактически там произведены работы, где монтаж уже закончился. Они практически заканчивают монтаж кровли, пола и сейчас частично приступают уже стены, то есть там выравнивание стены гипсокартоном. И саглы, и тустаны, они до 1 сентября, конечно, естественно, должны закончить. Что касается строительства новой школы, то в селе Болгазн Тандынского района выделена и огорожена территория под возведение общеобразовательного учреждения. Проект новой школы рассчитан на 616 мест. В Болгазне школа строится из-за того, что старая школа признана аварийным по решению суда. И таким образом потребовалось строительство новой школы. В селе Болгазн, значит, сейчас строительство начато, строительные оброждения огорожены, начат земляные работы. Значит, подрядчик определён, рабочая бригада заехали и сейчас там земляные планировочные работы уже начаты. Проект школы составляет на 616 мест. Сроки строительства, значит, до конца 2023 года строители, подрядчики должны будут ввести в эксплуатацию. И на сегодняшний день получены, значит, технические разрешения на технические условия. Сообщается, что работы по данным школам завершатся в срок. Сегодня и завтра на стадионе пятилетия советской Тувы проходит сдача норматива в ГТО среди обучающихся до 17 лет. Параллельно организаторы провели спартакиаду ко дню семьи, любви и верности. Подробнее у РС Мангуша. Чтобы заслужить знак отличия, золотую нагрудную медаль участник ГТО должен пройти ряд испытаний на отлично. Это беговые дистанции, подтягивания, силовые упражнения с гирями, наклоны, прыжки, стрельба и так далее. Региональный этап ГТО среди обучающихся детей, где победители, в свою очередь, поедут в лагерь «Артек». Получается, чтобы попасть в «Артек», надо все максимально быстро сдать на золотой значок. На сайте физкультурно-спортивного комплекса имеется вся информация, где также за участником ГТО закрепляется личная страница. На ней же остаются все результаты сданных нормативов, в числе которых информация о присвоении наград. Золотая медаль дает очень много плюсов. Это получается во все спортивные государственные учреждения, таких как спорткомплекс «Ирыгина», спорткомплекс «Сюбедей». При покупке абонементов им дается 25-25% скидка. А также, если в уставе прописано организации, где человек работает с золотым значком, то ему дополнительно тоже надбавка идет к заработной плате. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – полноценная программа и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. Праздник Дня Семьи и Верности, отмечаемый сегодня, приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских, которые православной традицией считаются покровителями семьи и брака. Решили в первую очередь за здоровый образ жизни. Как раз так и вот этот замечательный день, сегодня день любви, семьи и верности. Вот хорошо, что Министерство спорта проводит такое мероприятие. Различные духовно-просветительские и культурные мероприятия проходят в этот день по всей стране. Туве праздник отмечают по-спортивному. Это были все новости данному часу. С вами Влачинчик Ишбукол. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова